Антон Павлович Чехов в номерах. Послушайте, милейший, набросилась на хозяина багровая брызжащая жрица 47-го номера полковница Нашатырина. Или дайте мне другой номер, или же я совсем уеду из ваших проклятых номеров. Это вертеп, помилуйте. У меня дочери взрослые, а тут день и ночь только одни мерзости, слышишь? Ну что это похоже? День и ночь. Иной раз он такое выпалит, что просто уши вянут, просто как извозчик. Хорошо еще, что мои бедные девочки ничего не понимают, а то хоть на улицу с ними беги. Он и сейчас что-то говорит. Ну вы послушайте. Я, братец ты мой, еще лучше случай знаю, донесся хриплый баса с соседними номерами. Помнишь ты поручика Дружкова? Так вот, этот самый Дружков делает однажды клопштосом желтого в угол и по обыкновению, ну знаешь, высоко ногу задрал. Вдруг что-то трезть. Думали сначала, что он на бильярде сукну порвал. А как поглядели, братец ты мой, у него в Соединенные Штаты все по швам так высоко задрал бестия ногу, что ни одного шва не осталось. А тут в это время дамы были, между прочим. Жена этой слюни, подпоручика Акурина. Акурин взбесился, как он мог, смеет вести себя неприлично. При его жене, слово за слово, знаешь, ведь наше. Акурин взбесился, посылает Акурин к Дружкову секундантов. А Дружков не будь глуп и скажи, ха-ха-ха-ха, и скажи, пусть он посылает не ко мне, а к портному, который шил на эти штаны. Он ведь виноват. Лиля и Мила, дочки полковницы, сидевшие у окна и подпиравшие кулаками пухлые щеки, потупили заплывшие глазки и вспыхнули. Ну, теперь вы слышали, продолжала Нашхатырина, обращаясь к хозяину. И это, по-вашему, ничего? Я, милостивый государь, полковница, муж мой, воинский, вначале, я не позволю, чтобы почти в моем присутствии какой-нибудь извозчик говорил такие мерзости. Он, сударня, не извозчик, а штабс-капитан Гикин из благородных с. Если он забыл свое благородство до такой степени, что выражается как извозчик, то он заслуживает еще большего презрения. Одним словом, не рассуждайте, извольте принять меры. Ну, что же я могу сделать, сударня? Ну, ведь не вы одни жалуетесь, все жалуются, так что же я с ним сделаю? Придешь к нему в номер, а чего ж ты деньги, генибал Иванович? Бога, побойтесь, совестно, он сейчас к лицу с кулаками, разные слова, накося, выпусть и прочее безобразие. Он проснется утром и давай ходить по коридору в одном, извините, нижнем, а то возьмет револьвер. И в пьяном виде давай садить пули в стену, днем и нищем трескает, ночью в карты режется, после кардрата от жильцов совестно. Ну, что же вы не откажете этому негодяю? Да не ж ты выкуришь такого, задолжал за три месяца, уж мы и денег не просим, уходи только, сделай милость. Мировой судья присудил ему номер очистить, а он и на апелляцию. И на касацию, да так и тянет горе. Ой, да и только, господи, а человек-то какой, ой, молодой, красивый, умственный. Ой, когда не выпившим, лучший человека не надо, на медне пьян не был. И весь день родителям письма писал. О, бедные родители, вздохнула полковница, известно, бедные. Не, что-то приятно, и мы и такого логеря, и ругают его. И из номеров больно, и нет того дня, чтобы заскадал и не судился. Горе, 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 бедная, несчастная жена. Вздохнула полковница. Он, сударыня, не женат. Где уж ему была сладная голова. И зато благодарить Бога. Полковница прошлась из угла в угол. Не женатый, вы говорите, спросила она. И как нет, сударыня? Попробница опять. Прошлась из угла в угол и подумала. Немного. Не женат, проговорила она в раздумье. Лиля, мила, ну не сидите у окна, ну сквозит. Как жаль. Молодой человек и так себя распустил. А все от чего? Немного влияния хорошего нет. Нет матери, которая бы не женат. Ну вот, ну вот, вот. Так и есть. Пожалуйста, будьте добры, продолжала полковница, мягко подумав. Сходите к нему и от моего имени попросите, чтобы он воздержался от выражения. Скажите, полковница, наша ты, она просила, с дочерями, скажите, в сорок седьмом номере живет и своего имения приехала. Слушай, так и скажите, полковница с дочерями. Ну пусть хоть придет и зниться. После обеда мы всегда дома. Ой, мила, ну закрой окно. Ну, на что вам мама сдался этот заблудыга? Протянула Лиля по уходе хозяина. Нашли кого приглашать? Пьяница? Буян? Оборванец. Ой, не говори, Маше, вы вечно так говорите, ну и сидите. Вот. Что ж, какой бы он ни был, а все же пренебрегать не стоит. Всяк злак на пользу человека. Кто знает, вздохнула полковница, заботливо поглядывая дочерей. Может быть, тут ваша судьба? Оденьтесь же на всякий случай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok